Привет! В ходе этого урока мы выполним установку Java на наш компьютер. Мы установим GDK, а также среду разработки Intel GID. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Переходите, не пожалеете. Сам по себе язык Java не будет работать на вашем компьютере до тех пор, пока вы не скачаете GDK или Java Development Kit. По сути, это комплект для разработки на основе языка Java. Без этого комплекта вы попросту не сможете запустить ни одну программу, что написано на языке Java. Ну и сам язык Java ни в каких приложениях он у вас работать тоже не будет. Поэтому мы в первую очередь заходим в Google, здесь мы прописываем GDK. Далее нам необходимо будет зайти на официальный сайт Java. Это сайт Oracle.com. Напомню, что Java был выкуплен компанией Oracle. И здесь мы можем просто скачать последнюю доступную версию. Например, на данный момент последняя доступная версия это Java 16 версии. Вот эти буквочки, кстати, SE, они означают Standard Edition. То есть это стандартная версия Java. Мы ее как раз с вами и будем скачивать. Ну и, соответственно, если тут вдруг будет какая-то более новая версия, ничего страшного. Также можете ее скачать. Проблем у вас в ходе этого видеокурса возникать никаких не будет. Мы же выбираем просто последнюю доступную версию. Нажимаем на Download и здесь нам нужно выбрать ту версию, что подходит под нашу операционную систему. Я нахожусь на Mac, поэтому я буду скачивать, соответственно, установщик под Mac. У меня это будет файл с расширением .dmg. Если вы находитесь на Windows, то скачивайте файл, который будет с решением .exe. Если же вы находитесь на Linux, то в зависимости от самой оболочки вы также скачиваете нужную для вас версию. Я просто скачаю нужный для меня файл. Здесь же необходимо согласиться с пользовательским соглашением и нажать на скачивание .gdk. После скачивания вы можете выполнить установку .gdk. Сам процесс установки максимально прост. Вы два раза нажимаете на файл с установкой, далее следуете инструкциям, ну и, соответственно, устанавливаете .gdk на ваш компьютер. Если мы говорим про Mac, здесь просто нужно нажимать на «Продолжить и установить», ну и, в принципе, .gdk будет установлено у вас на компьютере. На Windows точно та же самая процедура, так же самое и на Linux. Просто нажимаете «Далее», «Дальше установить» и все будет готово, все будет установлено. После чего вы, в принципе, можете даже удалить файл с установкой, что у меня как раз и произошло. После установки .gdk все, что остается вам сделать, так это выполнить установку среды разработки. По сути, среда разработки – это как некий текстовый редактор, в котором вы сможете прописывать весь код и в дальнейшем выполнять этот код, запуская различные Java проекты. Вы в качестве среды разработки можете использовать любую подходящую программу. Мы, например, в ходе данного видеокурса будем использовать такую программу как IntelliJ ID. По сути, это профессиональная программа, в которой вы можете прописывать различные ваши Java проекты и далее выполнять вы можете эти проекты. Вы можете в будущем использовать и какие-либо другие программы. Я, например, на данный момент рекомендую именно эту программу. И дабы скачать нам эту программу, нам нужно перейти на их официальный сайт. Ссылка на него, кстати, будет в описании к этому видео. Здесь же вы просто нажимаете на кнопку «Скачать» и далее вы можете скачать одну из возможных версий. Во-первых, выбираете платформу Windows, macOS или же Linux, а далее выбираете версию. Здесь есть полноценная версия. Она является платной, но у нее есть бесплатная версия на 30 дней. А также есть версия Community. Это полностью бесплатная версия. И на самом-то деле вам вот этой вот бесплатной версии абсолютно хватит. Потому что в бесплатной версии есть практически все необходимое для разработки Java проектов, для разработки Android проектов, для разработки Java проектов с графическим интерфейсом и так далее. То бишь Ultimate версия, то есть платная версия, она нужна вам только в том случае, если вы уже работаете на компанию или же если вы действительно много пишете на основе языка Java. Поэтому на данный момент предлагаю вам скачать исключительно бесплатную версию, то бишь версию Community. Для этого нажимаете здесь на «Скачать», после чего вам необходимо будет выполнить установку данной программы. Там опять-таки нет никаких подводных камней, просто устанавливаете как самую обычную программу. Ну и после этого вы можете запустить саму эту программу, вот как я это сейчас и сделал. У меня здесь на самом-то деле версия Ultimate, то есть у меня здесь платная полноценная версия. Но если вы будете работать на бесплатной версии, в этом не будет никакой проблемы, все у вас будет работать точно так же, как и у меня в ходе этого видеокурса, поэтому спокойно можете скачивать бесплатную версию. Или для пробы можете скачать и платную версию, она будет доступна всего лишь 30 дней. Теперь на основе IntelliJ ID мы давайте создадим некий наш первый проект. Для этого мы находим кнопку «New Project», нажимаем на нее, и здесь нам нужно будет указать кое-какие настройки для создания нашего первого проекта. Во-первых, в левой панели мы должны выбрать шаблон, на основе которого у нас будет построен весь наш проект. Например, если мы хотим создать просто пустое приложение, где мы сами будем прописывать Java код, и все эти программы, они будут выполняться исключительно в консоли, то в таком случае нам нужно выбирать шаблон Java. Если же мы, например, хотим создавать приложение с графическим интерфейсом, то в таком случае нам нужно создавать проект на основе JavaFX. JavaFX это отдельная библиотека, что существует для языка Java. И, соответственно, на основе этой библиотеки вы можете создавать приложение сразу с интерфейсом, то есть там будут различные уже кнопки в этом приложении. Также вы можете строить ваше приложение сразу же под Android. Если необходимо создать веб-сайт, то вы можете выбрать такой шаблон, как Spring Initializer. И, соответственно, ваш проект, он уже будет сразу идти с таким фреймворком, который называется Spring Boot. Ну и, соответственно, на основе этого фреймворка вы сможете уже строить приложение, которое будет запускаться в интернете. То есть, другими словами, вы будете строить различные веб-сайты и так далее. Здесь, на самом-то деле, есть, как вы можете заметить, много различных шаблонов. Можно и создать просто пустой проект, в котором вообще ничего не будет. Можно даже создать проект с настройкой под HTML, под React, под Bootstrap и так далее. Ну, в общем, нас эти все сейчас проекты не интересуют. Мы хотим изучать исключительно сам по себе язык Java. Поэтому, в первую очередь, мы выбираем просто вот здесь, как бы, первый шаблон. Это Java. И также он нам предлагает сюда подключить различные дополнительные библиотеки и фреймворки. Ну, например, если вы хотите работать с базами данных в будущем, то в таком случае вы можете подключить еще сюда поддержку такого языка, как SQL. SQL – это язык запросов к базе данных. Ну, он нам сейчас не нужен, поэтому мы его сюда не подключаем. Также можно было бы сюда Groovy или Kotlin подключить, это дополнительные языки. Но, опять же, они нам сейчас не нужны, поэтому мы никаких дополнительных библиотек, как бы, сюда не подключаем. Единственное, что я бы здесь указал, так это то, что в качестве SDK, ну, или же в качестве платформы, на основе которой мы построим весь наш проект, мы будем использовать не GDK 15, который вот у меня был установлен на компьютере, а я хочу использовать тот GDK, который я только что, как бы, скачивал. Во-первых, вы вот прямиком здесь можете скачать GDK, если хотите, да, или же если вы уже GDK и так скачали, то он должен их здесь в автоматическом режиме подхватить с вашего компьютера. Ну, и, соответственно, вот у меня он подхватил версию 16-ю. Как видите, у меня здесь есть много разных версий. Я только что скачал 16-ю GDK, поэтому именно ее я, как бы, здесь и выбираю. Ну, и, соответственно, на основе GDK 16-й версии мы и построим весь наш проект. Далее нам необходимо нажать на Next. Здесь же я укажу то, что мы с вами будем сразу создавать проект, в котором будет некий основной файл. И в этом основном файле будет прописан такой, как бы, стандартный минимальный код для запуска всего нашего проекта. Соответственно, я просто выбираю, ну, пункт, чтобы у нас этот файл был создан. Если вдруг у вас нет этого окошка, ничего страшного, мы все равно подобный файл будем еще создавать самостоятельно. Поэтому, опять же, нажимаем Next. Далее мне необходимо придумать название для моего проекта. Я давайте его назову как ITProger Java. Ну, к примеру, у него будет такое название. Также мне необходимо выбрать расположение, где этот проект будет сохраняться. Он у меня, пускай, будет сохраняться в папке загрузки. Если вам это нужно поменять, здесь на три точки нажимаете, ну, и меняете папку. Ну, и плюс нам нужно указать основной пакет нашего приложения. Здесь давайте уделим пару слов по поводу пакетов. Дело в том, что любой Java проект, он состоит из каких-то, ну, из одного или из нескольких пакетов. Пакеты — это, по сути, как папки, внутри которых находятся различные файлы. Если вы, например, создаете один какой-то крупный проект, то вы, соответственно, в один этот пакет можете поместить хоть там 200 различных файлов, 200 различных классов. И из каждого файла вы сможете иметь доступ к другому файлу просто по той причине, что они находятся внутри одного пакета. Или, другими словами, внутри как бы одной папки. Ну, и тут мы просто можем указать название для, так сказать, этой образной нашей папки. Ну, или просто для нашего пакета. Здесь название идет в следующем формате. Обычно это com идет слово, потом точка, и дальше название, какое вы только захотите. У меня здесь, например, подставилось название ITProger. Я это менять не буду. Если хотите, можете это поменять. Главное, оставляйте com, точка, а дальше любое название, какое только захотите. Ну, я, например, оставлю вот такое вот название. Ну, и далее нажимаем просто на финиш, после чего у меня происходит создание нашего пустого проекта. Все готово. Проект, он был создан. Вы после того, как у вас проект начинает создаваться, вы буквально дайте там одну минуту самой программе, чтобы она синхронизировала все файлы внутри вашего проекта. После того, как она это сделает, у вас, скорее всего, вот здесь появятся такие, как бы, кнопочки для запуска всего вашего проекта. Если вдруг они здесь не появились, это не проблема, так как проект можно еще запустить при помощи вот этой вот кнопки. Ну, и давайте мы даже запустим проект. Если его на данный момент запустить, то, во-первых, все результаты, они будут отображаться на вкладке Build. Здесь, как бы, происходит построение всего проекта. Ну, а сам результат выполнения проекта, он будет находиться уже на вкладке Run. И на данный момент вы можете заметить, что у меня здесь просто выводится информация относительно GDK версии. Да, то есть это просто информация относительно всего нашего проекта. А также у нас выводится одна строка, в которой говорится о том, что у нас, как бы, проект завершился с кодом ошибки 0. Если у нас код ошибки 0, то это означает то, что проект построился без каких-либо проблем. То есть он полностью был построен, выполнен и никаких ошибок нет. Конечно же, ничего дополнительного у нас здесь не было выведено. То есть все, что у нас здесь было выведено, это информация про проект и информация про ошибку. Ну, а дополнительно никакой информации здесь не было выведено. Это не мудрено, ведь у нас нет никакого дополнительного кода, который бы позволял нам что-либо вывести в терминал, в консоль. Мы это уже будем делать с вами в следующем уроке, то есть мы научимся с вами в следующем уроке выводить какую-либо информацию в консоль В ходе этого урока мы с вами просто создали проект, настроили Java на нашем компьютере, ну и в дальнейших уроках мы уже спокойно можем работать с Java Можем изучать основы этого языка, можем создавать различные проекты, чем мы как раз и будем заниматься уже в ходе всех последующих видео уроков Надеюсь этот урок вам понравился, если так, то не забывайте подписываться на канал, а также вступать в наши соцсети, все ссылки на них будут в описании к этому видео У меня же на этом все, до скорых встреч, пока!